Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 29 ноября По одному из календарей славяне празднуют Калиту По народному месяцу слову Матвеев день В этот день христиане чтут память апостола от 12 Матфея, одного из учеников Христа, I век В народе уже с древности приметили, что в этот день иногда случаются оттепели, зима потеет Матвей, зима от потей, говорят в народе, но на тепло особенно не рассчитывали И доставали в этот день медвежьи тулупы, потому что чем сильнее оттепель, тем значительнее будут холода И приговаривали Переметет дорожку снежной косой, снега эти дрогнут только весной Начинали дуть буйные зимние ветра Крестьяне представляли ветер в образе могущественного старика, наделенного страшной разрушительной силой Поэтому старались всячески задобрить Обращаясь к ветру, его называли ласковыми словами Угощали и даже приносили ему жертвы То есть кормили ветер хлебом, крупой, остатками праздничных блюд, бросая их ему навстречу А ведь по древним ведическим поконам славяне издревле почитают бога ветров Стребога Согласно легендам, он обитает на краю света, в самой глуше леса или на расположенном посреди моря одиноком острове Иногда он изображается парящим над землей на корабле из воздуха, либо на ладье, которое не спеша плывет по небесным хлябям Бог сообщает о своем приближении, трубя в рог, а вооружен он копьем Существуют и другие описания, в которых Стребог предстает в виде лучника, готового поразить врагов Стребог – владыка воздушного пространства, повелитель ветров и бурь, рожденный родом из его дыхания Удел Стребога – меж землей и небесами, меж обителью людей и обителью богов Под властью его все существующие на свете ветры Именно Стребог в гневе вызывает бурю, но ему же под силу и укротить ее При необходимости он превращается в свою помощницу, птицу славянской мифологии – стротим Имя Стребога восходит к древнему корню – стрек, что означает старший Об этом говорится в слове о полку Игореве, где многочисленные ветры – участники исторического действия – названы Стребожьими внуками У могучего Стребога есть дети – четыре ветра четырех сторон света От всех четырех сынов народились и другие ветры – стребожьи внуки Одни ветра жгут жаром своим, другие охлаждают и ласкают дуновением Третьи выпускают из открытых ртов вихри, бьюги и метели В других сказаниях ветры трубят в огромные рога, выдувая бури и шторма Вот такие дети и внуки у Стребога, а вам, славяне, попутного ветра В этот день примечали Если на Матвея буйные ветры веют, быть вьюгом и метелем до самого Никола Зимнего, 19 декабря И добавляли Следом за Матушкой Зимой метели бегут Над мужиками потешаются, бабам в уши дуют Вилят печи пожарче затапливать А по одному из календарей славяне празднуют Калиту Перед самым началом зимы, 29 ноября, приходило время для семейного обрядового праздника Это и праздник для всей общины Калита – наиболее благоприятное время для тех, кто мечтает о семейном союзе, понимании между мужем и женой У славян Калита – помощник Бога Солнца в борьбе со злыми силами Он послан на землю беречь людей в нелегкое, холодное зимнее время Когда могут разрушиться семейные связи, ослабнуть любовь, понимание между супругами и теплота душевная На Калиту молодых ребят посвящают во взрослую жизнь и принимают к холостяцкому обществу Это праздник, после которого парни могут выбирать себе пару Проводятся вечерницы и таинства причастия священным обрядовым хлебом – калитой Который называется также, как праздник, и выглядит в виде коржа Выпекают его девушки из белой муки Каждая из присутствующих должна принять участие в приготовлении калиты Месяц теста все по очереди, начиная от самой старшей девушки, заканчивая самой молодой Это обряда действа напоминает собой выпекание свадебного каравая, своеобразной жертвы дождь Богу Посредине коржа делают дыру Сладкое тесто пекут в печи и запекают так, чтобы трудно было откусить Сверху калиту намазывают медом Иногда его украшают фигурками трех девушек Древом жизни, солнцем, плодами калины Украшая калиту, девушки заводят древнейшую песню Как-то было с начала мира Не было тогда ни небес, ни земли А только было синее море А на том море, ой, три дубка А на тех дубках три сударки Три сударки с небес засланы С небес засланы, на калиту присланы Обрядовый пирог символизировал солнце Его привязывали к потолку И парни, проезжая на кочерге под калитой Должны были его откусить При этом их старались рассмешить и не дать укусить корж А те еще и приговаривали Кусаю калиту, свою невестушку люблю Уменьшение калиты символизировало уменьшение светового дня После этого обряда молодые парни могли участвовать в вечеринках Ходить на свидания, свататься и жениться Ели пирог и все члены рода Чтобы любовь и понимание не покидали их весь год А вечером жены готовили семейное ложе Застилали новое посильное белье В подушке зашивали душистые травы Комнату освещали огнем В изголовье кровати ставили 16 свечей Чтобы не оставить места даже маленькому клочку тьмы Мужчина обращался в это время к богам Перуну, Ериле и Велесу Просил дать ему силы, мудрости и любовного умения Женщина в свой черед обращалась к Ладзе и Макоши С просьбой дать благословление на священное действие Чтобы в ночь калиты быть богиней любви для мужа Ладзе и сварагу вечером полагалось жертвовать яблоки Как символ женской плодовитости И красивый нож, как прообраз мужской силы Для домашних духов в блюдце наливали мед Чтобы они сохраняли в доме лад Ночь на калиту помогала супругам держаться друг друга Оставаться здоровыми и счастливыми После этого обряда никакая злая волшба не могла разрушить семью Завершался обряд утром, когда супруги выходили во двор Открывали все двери, чтобы до небес дошла добрая энергия Царившая всю ночь в доме Затем славили богов и приглашали в горницу зарю Разделить с ними трапезу Вслед за праздником калиты наступала зима Она приносила новые праздники Помогавшие нашим предкам находиться в согласии с собой и природой Здравия, мудрости и любви вам, славяне! Братья-месяцы Братья-месяцы Братья-месяцы